Сегодня очень благоприятный день. Сегодня мы выражаем любовь, почтение и внимание нашему Духовному Учителю, Основателю Ачарии Шили Превупаде. Мы знаем очень хорошо, насколько для нас очень дорог наш Духовный Учитель. И вся жизнь настоящего Ученика построена вокруг того, чтобы удовлетворить Духовного Учителя. И мы знаем, что без таких отношений с Духовным Учителем во всех отношениях будет очень тяжело совершать Духовный прогресс. И по мере развития привязанности и любви к Кришне, одновременно мы развиваем таковые и по отношению к Духовному Учителю. И таким образом мы, естественным образом, обладаем привязанностью и любовью по отношению к Шили Превупаде. Но для самого Шили Превупада не очень дорогим являются его собственные Духовные Учители, Шила Бхти Сидданта Сарасвати Махарад. И в этом смысле для нас также объект его любви становится очень дорогим. Потому что выражая почтение и выражая свою любовь по отношению к объекту любви нашей любви, тем самым мы удовлетворяем на объект нашей любви. И Шила Бхти Сидданта Сарасвати Такур дорог и любим преданным Искона во многих отношениях. В первую очередь потому, что он является Духовным Учителем нашего Шили Превупады, Основателя Ачарии. И сегодня мы празднуем его День Ухода. Что касательно Гуру, мы празднуем его День Ухода и также День Явления. Что касательно Кришны, мы лишь празднуем его День Явления и не говорим, не затрагиваем тему его ухода. Для ващнав это очень болезненно. Но также довольно тяжело до конца понять, как и когда Господь по-настоящему покидает этот мир. Но, по крайней мере, что касательно Духовного Учителя, здесь можно точнее сказать. И Шастры говорят, что когда идёт речь об явлении и уходе великих Личностей, то из этих Дух его уход даже более важен. Несомненно, и то и другое очень важно для преданных. Но из этих двух именно уход, сам факт ухода делает так, что вот эта Личность становится очень дорогим преданным. Потому что его явлением – это прекрасно. Но мы говорим, что только после того, как Гуру приходит и установит свою миссию, он становится очень уважен. Конечно, явление такой Личности, несомненно, удивительное. Но всё же, именно когда Гуру уже проявляет себя как Гуру и устанавливает, начинает свою миссию, тогда это является самым важным уже. И таким образом, когда мы говорим об уходе Гуру, то вместе с этим неизбежно мы прославляем и отмечаем его достижения, которые он успел сделать во время своей проповеднической миссии. И также, если даже просто рассматривать эти два празднования с точки зрения ведической культуры и традиции, то празднование Дня Явления отводится один день. Что касательно Дню Ухода, ему отводится три дня. И таким образом вы видите, что большее почтение и внимание уделяется Дню Ухода. Шила Бхакти Сидданта Сарасвади Такур ушёл из этого мира 1 января 1936 года. В 5.30 утра. И совсем незадолго до его уже ухода он был окружён кем-то из его старших учеников в небольшом количестве. И Шила Бхакти Сидданта Сарасвади попросил, чтобы в момент его оставления тела звучали определённые баджаны. И он прекрасно уже отдавал себе отчёт о том, что он уже фактически готов уйти, поэтому он подготовил себя тем, чтобы звучал вот этот замечательный баджан. Он попросил, чтобы звучали два баджана. Первая — это Шри Рупа Манджарипада, прославление Шри Рупа Госвами. И этот баджан пел в исполнении Бхакти Ракшака Шри Рупа Манджарипада. И другого преданного, Видья Лангкара, праву, Бхакти Сидданта Сарасвади Тагур попросил спеть другой баджан. И этот баджан мы прекрасно знаем. Он называется Шри Нама Киртан. И я посчитал, что это будет очень даже уместно начать сегодняшний класс с воспевания этого баджана. Он также начинает со словами, знакомыми для нас Ешиматинанданы. Так что, если у вас есть этот текст, можете найти на своих телефонах или ещё как-то. Пожалуйста, читайте оттуда, либо старайтесь слушать и повторять. Давайте начнём. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Комментарии. Комментарии. Но поскольку грудь демона была достаточно широка, чтобы на ней играть, ребенок был абсолютно счастлив. Поразительнее всего было то, что хотя демон поднял Кришну так высоко в небо, ребенок не разбился. Стало быть, ребенок спасся буквально из пасти смерти. И теперь, видя, что ему больше ничего не грозит, все обитатели Вриндавана были счастливы. Ам, Чила Брабхана Ки Джай. Здесь, в рамках материального мира, демон – это тот, кто обычно причиняет беспокойство, тот, кого обычно люди предпочитают избегать. Люди естественным образом боятся и избегают демонов. Но в глазах Кришны все является благоприятным. То, что для обусловленной души является неблагоприятным, Кришна может превратить это в благоприятное. Будучи Ананда Чинмая Раса Виграхой, он является полностью трансцендентным, но даже соприкасаясь с чем-то материальным, он оборачивает это так, что оно становится тоже трансцендентным. Когда демон пришёл к Кришне, чтобы убить его, Кришна подумал, что хорошая возможность прокатиться. И он подумал, что вместо того, чтобы обеспокоиться, Кришна подумал, что замечательная возможность прокатиться. И мне вовсе теперь не требуется опускать в ход свои мистические силы, я могу просто проехаться на демоне. Дети, естественным образом, им нравится играть. И вот Кришна, находясь в настроении маленького ребёнка, тоже любил играть. И вот появился хороший демон, который может меня прокатить. И сам демон получает от этого тоже благо, потому что он оказывает служение Кришне, катая его. Ну вот Кришна полетал в небе какое-то время. А демон летал там и сям. И в один момент Кришна подумал, ну всё, уже накатался, налетался, надо теперь уже и, как сказать, прикончить этого носителя моего. Мне больше кататься не нужно. Он схватил его за шею, стал сжимать его горло. И сейчас демон уже задыхался. И пытался сбросить себя Кришну. И вовсе не получилось. Вот представьте, маленький ребёночек с маленькими пальчиками. И схватился железной хваткой в горло этого демона. Демон метался из стороны в сторону, пытаясь сбросить себя Кришны, но так и не получилось. И Кришна думал, мне просто приходится тебя убивать, иначе в противном случае ты никакого блага не получишь. И если оставить его живых, он продолжит причинять беспокойство другим людям, но если его убить сейчас, то будущих беспокойств другим людям не предвидится. И помимо этого он ещё и получит освобождение. Конечно, сами преданные так не поступают, как, допустим, действует Кришна. Он кого-то убивает, и Кришна и дарует освобождение. Кто-то из преданных может так подумать. А, то есть дай-ка я причиню беспокойство Кришне, чтобы нарваться на то, чтобы он даровал мне освобождение. Нет, мы так даже не думаем. Это не путь преданного. Кришна своего преданного не убьёт. Так что он освобождение не получит. Это очень интересная история. Когда демон упал с неба, он прямо упал на камни, разбился в них, и ему пришёл конец. И все жители Вриндавана бросились, обеспокоенные, узнать, всё ли в порядке с Кришной. И, естественно, его мама подхватила, и он не пострадал. И жители Вриндавана испытывали больше боли и страданий в тот момент, когда Кришна был с демоном высоко в небе, чем что-то ещё можно было вообразить. Их естественная любовь естественным образом настолько сильна, что они понимали, что, о, сейчас Кришну убьют, и как результат и нашим жизням придёт конец. И, допустим, когда мы страдаем, но после этого приходит счастье, то это счастье значительно сильнее, чем то же счастье, которое, казалось бы, когда мы обычно счастливы. А подобно тому, когда, допустим, мы кого-то не видели в течение долгого времени и, наконец, встречаемся с ним или с ней, то счастье, которое мы в этот момент испытываем, очень сильно и очень тепло согревает нас. Ну, потом уже, общаясь дальше и дальше, вот эта интенсивность счастья потихоньку остывает. Это вот естественная человеческая природа. И мы можем назвать вот эту историю, историю, когда Кришна наслаждался, развлекался. Убивая демонов. Но преданные ведь не убивают демонов, разве не так? Иногда, конечно, такая мысль иногда посещает нас. Но вообще-то это не рекомендовано. В этот век это не рекомендуется. Есть два слова. Шастра с коротким «а» и Шаастра с долгим «а». Так вот, истинная шастра, то есть оружием для этого века является шастра или трансцендентное знание о трансцендентной деятельности. И что это за трансцендентная деятельность, мы все знаем. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам. Так вот, когда демон убивается при помощи трансцендентной звуковой вибрации, что это за демон, которого настигает смерть, это наш ум. А в начале 1800-х годов до сих пор еще присутствовали отклонения от чистого изначального учения Господа Читания. А к тому моменту Господа Читания уже не было около 300 лет. И с течением времени чистое послание великих душ, великих Личностей имеет тенденцию, находясь здесь в материальном мире, потихоньку увядать. Поэтому для того, чтобы возвратить чистоту вот этих изначальных учений, Господь уполномачивает великих душ, чтобы те, явившись в материальном мире, восстановили чистое послание. И Бхакти Винат Такур в свое время был фактически, можно сказать, даже единственной Личностью, который глубоко понимал суть чистых посланий Господа Читания Маппу, и при этом видел, что эта чистота была искажена различными отклонениями. И он прикладывал усилия, сражался, чтобы отстоять чистоту наставлений Господа Читания. И он это делал через свою письменную деятельность, он проповедовал. Но, по сути дела, он делал это в одиночку. И он прекрасно отдавал себе отчет, что ему в одиночку это будет сделать тяжело. И естественным образом, обладая смирением, он понимал, что только, по сути дела, сам Господь может изменить что-то. И он искренне молился. Мой дорогой Господь, пожалуйста, пошли мне кого-то из твоего личного близкого окружения, чтобы он принес и утвердил чистое послание Господа Читания. Он изо всех сил молился. Он говорил, «Мною дорогой Господь, Твое чистое послание стало искаженным, оно потеряло свое значение, полностью изменено, искажено». «А только ты можешь изменить положение вещей». И Господь ответил на это. Он отвечает на искренние молитвы своих преданных. Но Бхакти Винаута Кур даже и не полагал, что его молитвы будут отвечены именно таким образом, как получилось. А та личность, о которой он молился, чтобы она просто появилась в этом материальном мире, эта личность стала его собственным сыном. И 6 февраля 1874 года, в три тридцать дня явился, появился, родился ребенок Мадави Дэви, жены Бхактинота Кура. И ребенок, просто появившийся на свет, он был очень удивительным, интересным. Каждый ребенок, находясь в утробе матери, связан с телом матери через пуповину, через которую он получает питание. То есть, это пуповина, сделанная из плоти. Обычно, когда ребенок появляется на свет, эту пуповину перерезают так, чтобы уже отделить ребенка от матери. Но в этот раз, когда ребенок появился на свет, вот эта пуповина была обмотана вокруг его тела, подобно браминскому шнуру. А все просто поразились, удивились. Никто никогда такого прежде не видел. И это был явный признак, что появился на свет Махапуруша, Великая Душа. А Шилпропада, отзываясь о Своем Духовном Учителе, говорил, это человек с Вайкунхи. У него, явившись в этот матерный мир, он полностью пришел без всякой кармы. Он напрямую сразу явился из Духовного мира, как посол, как представитель Господа Читания, чтобы продолжить его миссию. И вот этот ребенок был очень удивительным, даже еще в своем детстве. И первая история, которую мы знаем, связана с возрастом, когда ему было всего 6 месяцев. На тот момент Бхакти Винаута Аккор проживал в Джаганатхапури. У него был дом на той же самой дороге, Гранд Роуд, по которой процессы колесниц Радхаятра проводятся. А там уже построен храм. Кто был там, в этом месте? Большой, замечательно, красивый. Это один из основных храмов сейчас. Когда Бхакти Сидданта Сарасвати только родился, ему при рождении дали имя Бимала Прасад. Он родился в Джаганатхапури. Бхакти Винаута Аккор, находясь на службе в прибританском правительстве, занимал должность одного из верховных судей. И также он занимал большое положение просто в администрации Джаганатпури. И в один момент ему пришлось покинуть Джаганатпури по работе. И как раз это время выпало на время проводения Драдхаятры. В это время Джаганат везли по этому дороге. И колесница Джаганатпи вдруг неожиданно остановилась прямо напротив дома Бхакти Винаута Аккора. Его жена держит на руках ребенка, и она принесла ребенка, положила на колесницу. А положила этого ребенка прямо у лотосных стоп Господа Джаганатхи. И стала молиться Господу, чтобы тот даровал свое благословение и милость вот этому ребенку. И самое удивительное тут же произошло. А Господь Джаганат носит очень большие, толстые, тяжелые гирлянды. Сам Господь Джаганат очень большого размера. Он где-то около двух метров в высоту. И где-то шириной в один метр. И ему вовсе не так легко его носить. Где-то около двадцати человек все это могут его носить. То есть, и соответственно, для такого размера у него очень большие, толстые гирлянды. И там вот под ним находился ребенок, и гирлянда упала с него. И упав, она, как сказать, обернула, получалось, вокруг ребенка. И все просто удивились. Его жена Бхагавати Деви была очень счастлива. И когда ее муж позднее вернулся, она ему рассказала, что произошло. И тогда он понял, да, вот это и есть та самая особая душа, о явлении которой я молился. Именно после вот этой истории Бхагавати Деви понял, что да, это та самая Личность, о которой я молился. Да, позднее он дальше рос. В своем детстве он был очень послушный и очень смиренный ребенок. И когда Бхагава Прасаду было 4 года, на тот момент его мать хранила манго на столе, готовые, чтобы предложить Божеству. И однажды маленький Бхагава Прасад взял одну манго и съел. Он не знал. Но его отец сказал, это не очень хорошо. Это фрукты, манго предназначались для Божеству, и мы можем их есть только после предложения. Тебе не следовало так поступать. Но маленький Бхагава Прасад Седан Сарасвати принял это так серьезно к своему сведению. Представьте, ему всего лишь 4 года. В таком маленьком возрасте дети обычно что-нибудь делают, это не воспринимается серьезно, это не считается оскорблением. Но вот этот маленький ребеночек думал, я такой великий оскорбитель. Я съел пищу, которая вообще-то предназначалась для предложения Божеству. Так вот, в 4-летнем возрасте он принял обед. Я никогда больше не буду есть манго в течение всей своей жизни. И мы можем подумать, ну, это не так-то уж и тяжело. Но если вы на самом деле живете в Индии, и вы поймете, что это не так. Особенно во время сезона манго. Это май, июнь. Прекрасные, красивые, зрелые, сладкие. И люди используют манго для разных вещей. Используют для мангового сока. Чатни из манго. Они взбивают манго с другими фруктами. Ну, то есть, просто так едят. И просто съев одну манго, думал, ох, все, вкусно очень было, удовлетворен. Но он принял обед. Никаких больше манго в течение всей моей жизни. И позднее, много раз, его собственные ученики или просто посещающие его люди приносили ему как подношение в подарок манго. И он всякий раз отказывался. Нет, нет, я оскорбитель. Я не могу это принять. И вот он твердо хранил этот обед в течение всей своей жизни. Однажды меня тоже отругали за то, что я посмел есть Богу, Которого на самом деле еще и не предложили Божеству. Я был стоим саньяси в Америке и в Нувриндавине. А это был один саньяси в Ньювриндауне в Америке. И это было как раз время для завтрака. И у него были клубника в холодильнике. И никого не было по каким-то причинам, соответственно, не было и завтрака. Я искал, чтобы такого съесть и нашел клубнику. Стравберрии и это хороший завтрак. И я подумал, клубника, какой хороший может быть завтрак. И я их съел. И потом появился саньяси и спросил, а что случилось с клубникой? Они вообще-то были для моих божеств. Я сказал, я их съел. Посмотрел на меня. Я проклинаю тебя, сказал он. И ты не должен в течение всей своей жизни есть клубнику. Я подумал, ладно. И потом он сказал, да вообще-то ладно, я шутил, я не имею, это несерьезно. А я сказал, поздно, уже проклятие произнесено. Так что сейчас я всегда избегаю клубнику. И он сказал, нет, проклятие это не, как сказать, не работа, не принимаю внимания. проклятие. И я потом спросил другого старшего преданного, нужно ли мне, как сказать, принимать на свой счет вот это проклятие. то есть вот этот саньяси сказал, что вообще я несерьезно, это было шутливо в отношении проклятия. Позднее этот саньяси ушел из саньяси и преданый меня успокоил, но он больше не преданый, так что и проклятие тоже, как сказать, не считается. но тем не менее я все равно больше не ем клубнику. Ну вот я просто решил рассказать эту историю интересную, которая со мной произошла. Когда Бхактисиддан Сарасвати было всего семь лет, он наизусть знал всю Бхагавадгита. Он мог наизусть произнести любую шлоку, просто не подглядывая. Его отец отмечал для себя, какой он выдающийся ребенок. И он решил дать ему инициацию в одну еще одну мантру. Он инициировал его в повторение Нарисимха мантры. Позднее он ходил в школу. Он там был очень выдающийся, фактически гений. инициировал не нужны в школу. ходить в школу, он уже фактически знал все уроки. Ему очень нравилось ходить в библиотеку, и он читал там все книги, которые мог найти. и Шиле Праупад сказал, он никогда забыл ничего, что он читал или слышал. Как позднее Шилпада рассказывал, вспоминал, что его духовный учитель никогда не забывал то, что он однажды слышал или однажды прочитал. Прочитывал. Шрути-дхара. Тот, кто никогда уже не забывает то, что он однажды слышал или читал, был необычайно выдающимся. А когда ему было 11 лет, он создал его стайл в шорте-дхаре. Вы знаете, писать в шорте-дхаре? Шорте-дхаре. Да. Шорте-дхаре это оббревиативный способ писать. В 11 лет он создал свою собственную систему сокращенного письма. Конечно, к тому моменту существовало очень много систем сокращенного письма, но он создал что-то новое, которое позднее было принято как один из авторитетных систем. его отец отмечал для себя, что его сын становится очень-очень духовно продвинутым. Бахти-Вен-От-Аккор писал много книг и давал лекции. Он приходил читать его книги и тоже идти к лекции. А Бахти-Вен-От-Аккор как мы знаем писал очень много книг и также проповедовал давал лекции, а Бимал-Прасад читал все его книги и приходил слушать его лекции. Но среди всех посещающих лекции Бахти-Вен-От-Аккор была одна личность, которая постоянно приходила слушать также. И он сидел всегда в самом конце и его было не слышно, не видно, никогда ничего не говорил. И это был Гор Кишур Дас Бабаджи Махарадж. И через какое-то время Бахти-Вен-От-Аккор сказал своему сыну, я думаю, уже настало время, когда ты должен получить инициацию. Тебе следует принять инициацию у Гор Кишур Дас Бабаджи. У Гор Кишур Дас Бабаджи уже принял обет никогда никому не давать инициацию. Но Бахти-Седданта уже отметил, что вот эта Личность, приходящая слушать лекции, он очень сильно развил к нему привязанность, влечение. И когда он услышал наставление от своего отца, что нужно принять инициацию у него, это очень вдохновил вдохновил Бахти-Седданта. И вот однажды, когда Гор Кишур Дас Бабаджи на берегу Ганги совершал свою баджу, но к нему подошел молодой Бахти-Седданта. И предложил ему свое почтение, почтительное поклонное, вознес молитвы и прославил его очень в течение долгого времени. И в конце концов, сложив руки, сказал, ты мой духовный учитель, пожалуйста, прими имя в ученики. Гор Кишур Дас Бабаджи ответил, я принял обет не давать никому инициацию, поэтому, пожалуйста, отправься к кому-нибудь другому. Это очень расстроило Бахти-Седданта. Он вернулся домой, его отец спросил, но тот ответил, он не дает инициации. Нет, ответил тот, ты должен к нему снова прийти. Но и сам Бахти-Седданта тоже хотел вернуться, поэтому на следующий день он снова пришел. Он пришел в этот раз к Бахти-Седданте Рассваде Токуру с еще большим смирением и преданием и умолял его дать ему инициацию. Горки-Шорда Бабаджи сказал, «Хорошо, я спрошу Господа Четане, потом приходи». И на следующий день Бахти-Седданта пришел опять придя к своему Духовному Учителю. И вот, прославив его, в конце концов, он спросил, «Ну так что же сказал Господь Четане?» Горки-Шорда Бабаджи сказал, «О, я забыл его спросить». И Горки-Шорда Бабаджи сказал, «О, я забыл его спросить». А тот почувствовал себя очень несчастным. и он подумал, «Зачем мне такая жизнь тогда нужна?» И суть, главная ценность этой человеческой жизни – это практиковать жизнь, духовную самореализацию, а без духовного Учителя это невозможно. И он не способ дать его сердце в другом к Горки-Шорда Бабаджи. И он не хотел никому отдавать, вручать свое сердце никому другому, кроме Горки-Шорда Бабаджи. И он подумал, «Эта человеческая жизнь предназначена для духовного самореализации, сознания, и если сейчас у меня нет такой возможности, то зачем поддерживать эту жизнь?» И он решил покончить со своей жизнью. И вот он шел по мосту и собирался броситься с него. Но навстречу ему шел Горки-Шорда Бабаджи. И он увидел его. Он сказал, «Подожди-ка, я просто тебя испытывал. Я вижу, что ты очень искренен. Ты очень серьезно настроен. И квалифицирован. Я приму тебя». И дал им инициацию. Шри Варшаванави Дэви Дайитая. Шри Варшаванави Дэви Дайитая. Это одно из имен Шримати Радарани. Он дал ему это имя. И вот сейчас он уже инициировал. Он сам счастлив, равно как счастлив и его отец. И он стал больше и интенсивнее проповедовать. И также стал уже писать Турды. Но все равно сталкивался постоянно с трудностями, которые причиняли вот эти так называемые Бабаджи в Майаваде. А Бахтина Такуру к этому времени уже состарился. И в сферу философских обсуждений возникла одна трудность. Если ты Брахман, который родился в брахманической семье, то ты имеешь право занимать высочайшее положение в обществе. Бахтина Такуру не согласился с этим, бросил этому вызов. Бахтина Такуру родился в брахманической семье очень хорошей, но нужно действовать качества и действия брахмана. И также нужно знать шастри и преследовать шастри. И он утверждал, что конечно это здорово, что кто-то рождается в семье брахмана, но при этом человек сам обязан действовать как брахман. Он должен обладать знанием и шастри и проповедовать это знание другим. И Бахтина Такуру сделал вывод, что брахманы несомненно заслуживают почести, но вайшнав еще даже выше, чем брахманы. И был назначен, запланировал большие дебаты, споры. И планировалось, что в дебаты вступят Бахтина Такуру и один из главенствующих брахманов. Это было в 1911 году. Это должно было состояться в месте известном как Мидна, Бахтина Такуру. И перед этим событием в течение нескольких месяцев везде повсюду рекламировали, подготавливали людей, что произойдет большие дебаты на тему кто же лучше Брахман или Вайшнав. Но когда время уже подошло для вот этих скоростей, Бахтина Такуру случился приступ жара, он заболел. Он вынужден, не мог встать с постели. И если у человека сильный жар, температура, это очень опасно, что-то делать, можно и тело оставить. То есть он физически получалось не мог принять участие в этих дебатах. Но тогда его сын, Шри Варшабанови Дэви Дайитая, Отец, я вместо тебя отправлюсь. И он написал один манюскрипт, который был потом принят в книге «Брахманы и Вайшнавы». И к этому моменту он написал один манускрипт, который позднее был опубликован в книге «Брахманы и Вайшнавы». Это в форме книги. Это circulate вокруг Искана. Это было принтено не долго назад, может 20 лет. И это показывает отношение между двумя качествами, двумя брахманы и Вайшнавы качествами, качествами, шатшру, много evidence. Вот эта книга была не так давно, около 20 лет назад издана и уже известна в рамках ИСКОН. Вот этот труд по сути дела обсуждал и проводил параллели между качествами брахманы и Вайшнавы. И он дал этот свой манускрипт прочитать своему отцу Бхактину Такуру. Тот прочитал очень, оценил по достоинству и сказал «Да, на основе этого ты можешь отправиться и принять участие». Это было 9 сентября 1911 года в Миднапуре. Предполагалось, отвели три дня чтобы на эти споры. А туда уже собрались уже сотни и сотни людей. Запланировали так, что первым должен был выступать Бхактисиданта и вслед за ним должен был выступать вот этот Бхамин. И так Бхактисиданта начал. Но он вступление свое сделал очень таким интересным. Он стал прославлять Бхаминов. прославляя тех, кто даже родился всеми Бхаминами. А он при этом цитировал Священные Писания, доказывая, насколько продвинуты и возвышены Бхамины, цитируясь шлук за шлукой. Так вот стих за стихом цитировал. Объясняю. И Бхамины, слыша это, возликовали. Вот так он же за нас. Но в один момент суть послания изменилась. Но он сказал, если Бхамин не становится Вайшнава, он даже не спасает себя, что говорить о спасении других. И этот переломный момент был с этих слов. Но если Бхамин не становится Вайшнавом, то он не может никого спасти. Что же говорить о самого себя спасать. И дальше он стал объяснять, что даже если человек рождается в семи шудрой, но он становится настоящим Вайшнавом, он куда лучше, чем Бхамин, потому что он может спасти огромное количество людей, чем этот так называемый Бхамин. Шива Прабхупаду критиковали за то, что он делал Вайшнавами западных предных. У них нет квалификации, качеств, чтобы быть Вайшнавом. Они родились мясоедами. у этих людей даже никакого сукрития нет. Никаких самскар не проходили. Как вы можете из западных людей делать Вайшнаву? То есть Шива Прабхупаду критиковали за то, что он нас сделал Вайшнавами. Но Прабхупад, в том way his spiritual master was presenting it, he presented so many scriptural evidence. Even if you're born, even lower than the four Varanas, you're born in outcasts, in these races, they are considered below the И Шиларупада, следуя по стопам своего духовного учителя, опираясь на те же аргументы, доказывал, что, в частности, цитируя этот стих из Шимадбхагава, который говорит, что даже те, кто родились как ниже этих четырёх варн, куда более в деградированном состоянии, но если они принимают прибежище у чистого предного, они достойны прославления. И, в конце концов, Бхакти Сидданта напрочь разбил вот этих браманов, и им даже нечем было возразить, они просто молчали. И вот собравшиеся люди, которые всё это слушали, они возликовали и закричали «Садху! Садху!» И они бросились навстречу, побежали навстречу Бхакти Сидданте, с искренним желанием прикоснуться к его стопам и получить его благословение. Но там, к счастью, была полиция. Вот представьте, сотни людей бросятся к вам, чтобы прикоснуться к вашим стопам. Что бы вы делали? Это вопрос. Вы убежите, наверное. Так вот, полиция смогла остановить этих людей. И Бхакти Сидданта, как сказать, ушёл в другое место. Но там они омыли его стопы большим количеством воды. И взяли эту воду, образовавшуюся через Намриту, и разбрызгали на всю толпу. Воды, омывшие стопы великой души, называются Маха-Маха. Есть Маха, а есть ещё Маха-Маха. Знаете, что такое Маха-Маха? Есть три типа вот такого Маха-Маха. Это пыль с лотосных стоп великой души. Вода, омывшая стопы великой души. И также Прасадам, которые вкусил великой души. Как описывает нектар преданности? Изо всех сил прикладывай усилия. Укради, займи в долг, образно говоря, но получи это. То есть каких-то формальных правил на это не существует. Изо всех сил приложу усилия получить это. Это настолько ценно. Я помню вот эти старые, в первые дни движения Садани Харе Кришна. Все вот сильно стремились получить остатки пищи с тарелки Шрилы Прабхупады. А Шрилхупады, поев, отдавал своим ученикам, говорили, ну, теперь всё раздай другим предным. Часто такие предные чуть-чуть раздавали предным, а основу оставляли для себя. А иногда вообще всё себе оставляли и ничего не раздавали. А, конечно, до того момента это продолжалось, покуда его, как сказать, не разоблачали. Так вот, после вот этой истории Шрила Бхакти Дан Сарасвати Дакур стал очень известным, знаменитым. Бхакти Дан Сарасвати 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 Д был просто опустошён от горя, потому что это не просто был его отец, но фактически и Духовный Учитель также. И буквально через 15 месяцев во время месяца Картика его собственный Духовный Учитель Горки Шорт Даспаваджи также оставил тело. И вот сейчас он уже лишился обоих своих Духовных Учителей. И он думал про себя, как я теперь могу продолжать с проповедью? Как я смогу продолжать проповедовать? И однажды ему во сне приснился сон. И ему во сне приснился Бхакти Нотта Кор. И там же был и Бхарки Шорт Даспаваджи. И так же явилась и вся Панча Татва. И они сказали ему, не беспокойся, продолжай проповедовать, ты достигнешь успеха. И вот этот сон вселил в него силы и уверенность, и он стал изо всех сил проповедовать. И началась его миссия проповедующая. Постепенно люди присоединялись все больше. Он думал, ну я Бхармачари. Очень трудно проповедовать, когда ты Бхармачари. Мне нужно принять саньясу. А кто мне даст саньясу? А все, кто по факту реально квалифицированы давать саньясу, их уже нет. И поэтому он сделал что-то очень необычное. Настолько необычное, что никто никогда до этого никто такого не делал. Он, ссылаясь на Священное Писание Шри Шампарадая, которые содержат мантры для инициации саньяси, он стал перед зеркалом и повторил вот эти мантры самому себе. И он сам себя инициировал в саньясу мантры. И люди могут подумать, ты вообще кто такой, чтобы так делать? Как ты можешь сам себя инициировать в саньясу? Но он был очень сильно вдохновлен своими учителями. И после этого он стал известен как Шила Бхакти Сидданта Сарасвати Махарадж. Это было в 1918 году. И с этого момента проповедь началась во всю силу. Он продолжил издание газеты Саджана Тошани, которая была посвящена описанию духовных тем. Он также запустил и другое издательство. Такой газета называется Гаудиа Пракаш. И вот сейчас он вовсю уже писал и проповедовал. И люди присоединялись все больше. И он начал принимать учеников. В 1922 году ему удалось получить одно здание на Ультаданге «The Road» в Калькутте. Это было самое первое здание для Гаудиа Матха. Очень хорошая новость. Буквально в прошлом или даже в этом году Искон смог выкупить это здание. В течение долгого времени мы пытались выкупить это здание и нам, наконец, удалось договориться. И это не просто первое здание Гаудиа Матха. Это, на самом деле, по-настоящему место достойное поклонения. Каждый вечер Шила Бхакти Данца Расваддакур давал лекции по читанию Чаритамрити в 7 вечера. И однажды, так же вечером, наш будущий духовный учитель, которого тогда еще звали Абхачаран, И он проходил мимо со своим другом Нариндранатом Мауликом. И, проходя мимо этого места, Нариндранат сказал, «О, тут неподалеку есть святая Личность, которая дает лекции по играм Господочитания Маабрабу. Давай-ка пойдем и послушаем». Наш будущий Шиларупада, но тогда еще Абхачаран скептически ответил, «Да, я знаю всех этих саду и не хочу туда ходить». Он, в общем и целом, в этих саду не верил. Потому что еще в своем детстве его собственный отец, проявляя большое великодушие, любил приглашать вот этих саду и так называемых саду. Иногда приглашал по три, по четыре за раз. И, насмотревшись на вот всех их, Шилапада ответил, «Да, знаю этих всех саду, мне это неинтересно». Его это не впечатляло. Но Нариндранат наставил, «Нет, нет, пойдем». Но Прабхупад не очень хотел. Так вот Нариндранат просто физически ему пришлось взять его за руку и тянуть за собой. «Нет, мы идем». И позднее, вспоминая эту историю, Прабхупад рассказывал, «Он фактически затащил меня». И вот так вот они пришли, и он присутствовал там. Баксиданта рассказывал. В это время и мы зашли, и принесли свои поклоны. И Шилапада продолжает рассказывать, «Просто предлагая свои поклоны, вот эта Личность обратилась ко мне». И он сказал, «Вы молодые, при этом очень образованные люди. Вам нужно взять учение Господа Читания и привнести его в западный мир». Аппа сказал, «Мы даже не встретились, и он уже дает мне инструкцию». Шилапада комментирует это. «Мы даже еще толком, как сказать, не представились друг другу, и он уже дает мне наставление». Вот представьте, вы кого-то на улице просто встречаете, полностью незнакомого человека, и говорите ему. «Вы говорите, «Видите в Харе-Кришна-темпле, сидите, я вам покажу, как чанить священные имя Господня. У нас есть хорошие книги, вы можете прийти и оставить в нашем классе, все будет хорошо». Просто говорите, «Приходите к нам в храм, послушайте лекцию, будем воспевать Харе-Кришна, и в итоге останетесь с нами». Не очень много людей, которые скажут мне, чтобы прийти в Харе-Кришна, и что это Харе-Кришна? Не очень много людей отзовутся. «Ты вообще кто такой?», так сказать, скажут они чаще всего. И вообще, что такое Харе-Кришна? Бхакти-Сидданта дала ему жизненную миссию, даже после того, что они даже встретились. Но вот Бхакти-Сидданта отдавал ему, по сути дела, уже миссию на всю жизнь, еще до того, как они, как сказать, надлежащим образом встретились. Нашилпада вспоминает, «И на тот момент я был последователем Ганди». И, находясь под этим влиянием, Шилпада тогда еще молодой возражал, «Нам нужно сначала сварадж, свою независимость получить. Сейчас мы находимся под зависимостью британцев. Кто нас в таком положении будет слушать в мире?» Бхакти-Сидданта сказал, «О, эта политическая партия, эта политическая партия, этот изм, этот изм, эти все неизмены. Месседжи не может ждать». Но Бхакти-Сидданта Сарасвати возразил, «Та политическая партия, другая партия, такой изм, другой, послание Господа Читания не может уже ждать». И Шилпада отмечает, «Меня победили, но я был очень рад, что меня победили». Ну, конечно, на тот момент Шилпада был еще семейным человеком, у него был свой бизнес. А ему он только что совсем недавно женился, у него всего лишь был годовалый ребенок тогда. Бхакти-Сидданта с доводист, his брахмаджар, used to come and see Сила Прабхупада and engage him in devotional activity. И ученики Бхакти-Сидданта Сарасвати потом стали приходить домой к Шилпаде и занимали его в служении. И 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 became familiar with Бхакти-Сидданта Сарасвати and Прабхупада started to like Бхакти-Сидданта Сарасвати and his teaching. And in 1933 I believe it was. И Шилпупада по мере дальнейшего знакомства и слушания Бхакти-Сидданта Сарасвати Такура стал все больше оценить по достоинству и любить его наставления. И позднее уже насколько я помню в 1933 году. Один из учеников Бхакти-Сидданта Сарасвати Такура придя к Гуру Маграджу сказал вот Абай-Бабу очень хороший человек давайте его инициируем. Бхакти-Сидданта Сарасвати сказал «Да он нравится слушать». Я его знал что он нравится слушать. И Бхакти-Сидданта Сарасвати Такура ответил «Да, ему нравится слушать, я заметил это». Бхакти-Сидданта не спросил много вопросов, но всегда хотел услышать от моего святого Мастера. Сам Шиллупада позднее вспоминал «Я обычно много вопросов не задавал, но мне очень нравилось слушать его». Я просто сидел и слушал. Иногда я даже не понимал что он говорил. тогда он рассказывал очень какие-то глубокие философские темы, которые я на тот момент еще не понимал, но тем не менее мне все равно нравилось слушать. Кто-то из вас я смотрю уже дремать начинает. Прабхупада говорила «Слеп 13 часов в день, но не спать в классе». Шиллупада поговаривал «Вы можете спать аж 13 часов в день, но этот сон не должен захватывать время, когда идет класс». Когда вы спите на классе, вы даете сообщение всем «Это класс нет, я буду спать». Когда вы спите на классе, вы тем самым даете понять «Этот класс не интересен, лучше посплю». Так если вы не можете поддерживать бодрствующее состояние, лучше встаньте. И так это поможет вам не засыпать. Разве это не проблема сейчас в Исконе? У нас есть две мантры. Первая мантра, которая погружает нас в сон. А есть еще одна мантра, которая пробуждает это сна. Вот эта мантра погружает нас в сон. А какая мантра? пробуждает нас сна. это мантра, которая пробуждает нас это сна. Помню, когда я жил в Нью-Врин-Даване, мы очень тяжело трудились. И уставшие и преданные часто засыпали на классах. А бывало так, что даже сам лектор засыпал. Вот представьте, лектор, который говорит и при этом еще и спит. Один преданный давал класс. И Кришна говорит Кришна говорит 1866 что это первое слово Сарва Дарма Продикши Джам Мам Эй Кам Сад Нам В Все. Вот так вот произошло. Ахам Твам Сарва Папе Он не утерял ни одного слова не пропустил все-таки. Видите, вот это было реальная насущная проблема. Преданные засыпали. Так вот мы поставили такой пульверизатор, брызгалку вот этому лектору, которым он побрызгивал на преданных. Это вот такого пульверизатора была такая очень сильная струя по такой дальней траектории можно было любого достать. Но даже и это не срабатывало. Так что мы просили людей, чтобы они вставали. Но иногда они умудрялись стоя спать. И однажды предный спал стоя он упал. Он так громко упал, что от этого грохота проснулись все, кто сидели спали. И мы уже серьезно думали, надо что-то предпринять, какое-то серьезное решение нужно. И мы вот так разные идеи придумывали. каждый должен у других людей в течение дня спрашивать, а что вы слышали в течение сегодняшнего класса. И вот если те не могли ответить, все тыкали в него, а, значит, ты спал. То есть мы прикладывали большие усилия, но не все помогало, то есть это чуть ли не традиция исконовская стала, во время класса все спят. Ну, пожалуйста, постарайтесь не засыпать. Я вспоминаю, в то время и я бывало засыпал. его как меня ругали. Ты спишь? Ну-ка проснись. Хорошо, хорошо. Прабхупаде это очень не нравилось. Он очень серьезно отчитывал. Да спите хоть 13 часов в день, но ни в коем случае не во время класса Бхагавата. Это есть запись прямо, можно услышать его слова. И в свое время я был жертвой такого, теперь я, как сказать, направляю это на других. это очень важно, чтобы мы не спали, бодрствовали во время класса. Есть. очень много других замечательных историй, связанных с Бхактисидантой. Вы хотите, чтобы мы продолжили или лучше уже закончить? Давайте одну еще расскажу. Очень интересная. Очень поучительная история. Если вы уясните суть послание этой истории, это будет очень поможет вам в практике преданной службы. В свое время жил был такой очень влиятельный в политических кругах человек, которому нравился Бхактисидант Сарасвати, которому он постоянно приходил. Забыл, как его звали. Он, приходя, всегда задавал у него вопросы. И однажды он также пришел к Бхактисиданте, чтобы задать вопросы. И однажды Бхактисиданте такой ситуации сказал, «Знаешь, сегодня я занят, давай, если у есть вопросы, отправься к Пуджаре», и вот ответит на все вопросы. «Махараджи пришел в Пуджаре и сказал, «Махарадж послал меня к тебе, у меня есть вопросы, мог бы ты ответить на них?» И Пуджаре ответили, «Знаете, сейчас мы заняты тем, что полируем параферналии Господа из бронзы, из серебра, давайте, как сказать, вы нам поможете, мы дочистим, и потом задавайте вопросы, мы ответим». Он помогал, там очень много было разных предметов, это заняло около двух часов, чтобы все отполировать. И по окончании всего это Пуджаре спросили, «Ну, хорошо, теперь какие у вас вопросы?» А тот сказал, «Знаете, что-то вопросов и нет, спасибо». И ушел. Он сказал, «Доктор на пути, уже выходя, его встретил Баксиданта и спросил, «А, так ответили они на ваши вопросы?» «О, да, Махарадж, конечно, ответили». То есть, иными словами, когда он сделал служение, и он реально погрузился в это служение, все вопросы пришли сами с собой, все ответы на все вопросы. Они сами проявились в его сознании ответы. Конечно, мы можем все равно иметь вопросы, это очень важно задавать вопросы. Просто могуществом Бхакти, просто этим, все наши сомнения рассеиваются. «Если человек обладает твердой верой в гуру, и в Кришну, и с этой твердой верой человек занимается преданным служением Господу, то вся глубина ведических наставлений полностью раскроется в его сердце, обладает твердой, полной верой». Кришна естественным образом проявит всю истину благодаря преданному служению. Вот таково могущество Бхакти. А все становится известным. Бхакти является трансцендентом, оно не имеет ничего общего с этим материальным миром. Давайте еще одну историю расскажем. Буквально вчера ее читал. Очень поучительная. Бхакти Саддан Сарасвати вот-вот уже должен был открыть один из храмов. За строительством этого здания присматривали его ученики и строительство уже заняло много-много месяцев. И однажды уже в конце Бхакти Саддан приехал, чтобы устроить церемонию открытия этого храма. храма и работал на проект и не было . И в этом месте обычно жил и работал в Бхамачаре, но на тот день его вдруг не было. И Бхакти Саддан обратил внимание и спросил «А где этот Бхамачаре?» И другие Бхамачаре ответили «Знаете, он связался с одной женщиной и пал в итоге, и мы его сильно отругали. И в результате он просто ушел». Бхакти Саддан Саддан это очень сильно расстроило. Он сказал «Требуется пролить много литров крови, образно говоря, чтобы сделать одного преданного. Представьте, насколько важен каждый из преданных». Так что «Я не собираюсь открывать этот храм, я уезжаю, вы выгнали его тем, что отругали. Я здесь даже не собираюсь оставаться дальше». И один Бхамачаре сказал «Мы его найдем». Они бросились его искать везде повсюду. И через какое-то время они его нашли. работали в магазине, где изготавливали часы. Найдя его, они сказали «Гуру Махарадж хочет тебя увидеть, пожалуйста, вернись». И вот он вернулся. Он сказал «Знаете, я как-то не очень хочу делать часы, но уйдя, я даже не знал, чем еще я могу заниматься». И когда Бхакти Сидданта Сарасвати так увидел его, он был настолько рад, что его видел. Он сказал «Не важно, что какие-то ошибки допустил, пожалуйста, вернись и продолжай заниматься предным служением». Кто-то может отклониться, но если человек искренне раскаивается, приносит извинения, то он может продолжать заниматься предным служением. Это вовсе, конечно, не должно стать возможностью, чтобы еще раз пасть, потому что отклонения реально приносят вред. Иногда, если человек как-то сильно отклоняется, иногда может потребоваться годы для того, чтобы вернуться снова на нормальный уровень. поучительная мораль из этого такова, что если кто-то даже допускает ошибку, отклоняется, другие не должны взять ситуацию в руки и вышвырнуть его, теперь все, он отклонился, он нам не нужен. В этой истории Бхатсидан Сарасвати Токор научил вот этой истории вот этому принципу, что даже если это происходит, мы должны позволить преднам вернуться и позволить им продолжать заниматься предным служением. Несмотря на то, что по отношению к себе самому Бхатсидан Сарасвати Токор был очень необычайно строг. Он был очень строг. Например, он принял обет повторять миллиард имен Кришны. Представьте, миллиард. Представьте, сколько туда можно вложить Харикришна махамантра. Сколько там кругов. то есть это сотни и тысяч кругов. Может, даже миллионы. Ему потребовалось девять лет. Буквально сразу после инициации он повторил вот эти один миллиард имен. Он очень строг был по отношению к себе самому. Но дается описание, что Вайшнав к себе самому необычайно строг, но при этом очень добр и милостив по отношению к другим. Вот такой настоящий Вайшнав. есть ли какие-то вопросы или комментарии? как сохранить чистоту в искон? поддерживая чистоту в себе и тем самым являя пример другим. Помимо этого у нас есть правильные предписания и им необходимо следовать. Например, повторять 16 кругов, следовать четырем регулирующим принципам. Шулапада говорит, если абсолютно каждый будет этому придерживаться, одно это будет поддерживать чистоту в нашем движении. Если мы этого даже не делаем, то движение становится очень слабым. Это самое главное. И чем лучше мы следуем наставлением Духовного Учителя, тем чище мы сами становимся. И Шулапада говорил, даже если вы вообще ни на что не годны, ничего не можете, просто тогда повторяйте 16 кругов и следуйте четырем регулирующим принципам. Но я обязан добавить, что очень много людей все-таки по факту не следует. Очень много людей. Не просто несколько. И это очень печально, потому что мы не понимаем получается важность этих 16 кругов исследования четырем регулирующим принципам. Потому что это является самой основой, фундаментом. Если вы строите дом, вам нужен фундамент, который очень крепок. фундамент то есть четыре стремь нашей основы. Так вот, вот эти два принципа, то есть четыре составляющие, которые нужно избегать, являются основой, фундаментом для нашей силы. И тогда на таком крепком фундаменте можно строить дом Бхакти. И вот в этом и есть наше служение Кришне. Мы хотим, чтобы все также служили Кришне. Служение очищает сердце, служение делает нас счастливыми, служение удовлетворяет Кришну и Духовного Учителя. Неважно какое служение у нас есть, по сути, главное, чтобы у каждого было какое-то служение. Что-то еще? Ну что же. Спасибо. Силабхакти Сиддханта Сарасвати Махарадж Ки Чай Силабхабхупат Ки Чай Харе Кришна Чандра Мауи С вами Ки Чай 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 Продолжение следует...